50 долларов купить один терабайт. И в один терабайт можно там миллион транзакций засунуть. Мы хотим, чтобы за 400 миллисекунд все уже заголосовали. Наша система имеет другие атаки к безопасности, чем Proof of Work. Совершенно другие. Но я считаю, что системы без слэшин, они для меня более похожи на панзийский. И кому это нужно? Вот это главный вопрос. Всем привет! В эфире снова подкаст «Базовый блок», подкаст про блокчейн и Сергей Тихомиров и микрофона. Это выпуск номер 114. И сегодня у нас в гостях Анатолий Яковенко, CEO и фаундер Solana. Привет! Привет! Очень приятно говорить с собой. Спасибо большое, что зашел. Мы с Анатолием делали короткое интервью в Берлине в августе прошлого года на Berlin Blockchain Week. И там очень кратко затронули вопросы того, что такое Solana, зачем оно нужно. Но сегодня мы раскроем эту тему более полноценно. Поговорим про технические детали, про всякие подробности. Я уверен, что будет интересно. Но прежде чем мы перейдем к нашей основной теме, я бы хотел сделать несколько объявлений. Во-первых, у нас есть спонсор. Спонсор — это HODL HODL. Это самый быстрый, безопасный и дешевый способ купить и продать биткоины без верификации. Регистрируйтесь на глобальной торговой площадке HODL HODL.com по нашей ссылке, которая будет в описании. И получите специальную, постоянную скидку на торговую комиссию. Спасибо большое ребятам из HODL HODL. Мы с ними дружим, они нас поддерживают. Огромное спасибо им. Спасибо также нашим патронам, которые на patreon.com.basicblogradio нас поддерживают донатами. Это очень нам помогает. Присоединяйтесь к ним, пожалуйста. Ну и еще пара объявлений. Объявление о нашем сайте. У нас запускается постепенно новая рубрика с текстовым контентом. Мы перевели пока одну статью за авторством ребят из Dragonfly Research, откуда у нас был Иван Богатый не так давно на интервью. Вот они пишут классные, как нам кажется, статьи, и мы с ними такую организовали коллаборацию. Мы переводим, публикуем их контент по-русски. Почитайте про атаки 51%. Будем продолжать этот жанр. Если вам что-то есть предложить интересное, какие бы тексты вам было бы интересно читать, переводы или оригинальные темы, предлагайте в чате, в Телеграме. Ну и, конечно, я не могу не напомнить уже более про глобальные темы. В день, когда мы это записываем, у нас всякие там рушатся рынки и вообще прочая апокалипсис происходит из-за этого чертового вируса. Я, пожалуйста, всем напоминаю, что очень важно мыть руки, не трогать лицо и поменьше взаимодействовать с людьми. Это очень важно, замедлить распространение вируса, чтобы это не стало просто катастрофой, чтобы это стало просто очень плохим годом, и мы могли поехать дальше. Все, давай приступим теперь к нашему разговору о Солане. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о своей личной истории, как ты пришел в блокчейн-индустрию и почему ты решил делать свою компанию. Ну, я в двух слов. Я работал как инженер компании Qualcomm, которая занимается мобильными чипами. Если у кого-то сейчас делается телефон, то там, наверное, технология Qualcomm. Они разработали, как работает CDMA и LTE и там всякая такая технология, которая имеет в виду радио, то что как бы модом это обычно называют. Я там работал 12 лет и делал performance optimization, как по-русски это сказать. Оптимизация производительности. Окей. И где-то я смотрел на биткоина, когда он вышел, была такая интересная штука, но думал, что кто это будет пользовать, она такая медленная. И знаешь, как инженеры, они обычно, им непонятно, какие социальные происхождения. Потому что в тот момент, в 2008 году, все финансовые марки развалились, даже как прямо сейчас это происходит, когда мы с тобой говорим. И то, что появился биткоин, и никто об этом в то время не думал, что это может быть валюта, которая не имеет связи к государству. И это как инженер, я это пропустил, только смотрел на технологию. Но в 2017 году сейчас биткоин стала технологией, которую люди стали пользоваться как бы коммерционально. То, что люди хотели его пользоваться как деньги, не просто так, как валюта, которая не имеет государства. А именно, знаешь, все говорили, что вот ты сможешь покупать кофе с биткоином. Ну, конечно, это не получилось, потому что он все еще медленный, и транзакции, там надо было платить 60 долларов за одну транзакцию. Я начал думать, как построить технологию, которая бы смогла делать как бы вот этот юзкейс, то, что просто платить деньги и делать это дешево, и делали это для всего мира. И я на это смотрел, как эти сети, которые делают биткоины. В то же время куча разных проектов стали делать новые дизайны, которые были такие вообще фантастические. Не все из них сработали, как IOTO не сработало. Но я на это смотрел и думал, вот люди стараются делать что-то, которое никто вообще, когда в школе уже еще не придумывали. Мне это было очень сильно интересно, и я поставил свой дизайн. Но мой дизайн, он похож на, как радиовышки между собой говорят. То, что это классический радиопротокол. Давным-давно, когда люди построили первый радиопротокол, они поставили эти вышки, и если они смотрели, если в одно и то же время вышки говорят между собой, по одной и той же частоте у тебя выходит шум. Никто не знает, что они говорят, потому что в одно и то же время все эти волны в воздухе, они interfere. Пересекаются или мешают друг другу? Пересекаются и мешают друг другу. Так что первый протокол люди сделали или дали каждой вышки часы, и они брали другое время, когда они делали свою transmission. Передачу. Передачу. Именно про вышки я хотел спросить. Я, поскольку смотрел твое предыдущее интервью, и ты часто приводишь эту аналогию, мне кажется, что здесь аналогия не совсем точная, потому что если я пользователь сотовой вышки, мне все равно, какие данные между тобой и этой вышкой проходят. То есть я подключаюсь к вышке, она мне отдает свой контент. Ты подключаешься к вышке, она тебе отдает какой-то другой контент. И мне все равно, что происходит у других пользователей. Мне только важно, чтобы мой телефон принимал сигнал хорошо. А когда мы говорим про криптовалюты, про блокчейны, здесь же очень важно, чтобы верифицировать, что мне есть дело до того, что проходит между тобой и вышкой, потому что если у тебя будут невалидные транзакции, то они потом у меня будут прийти как невалидные транзакции. Понимаешь, в чем разница? Вот о чем ты говоришь, что это вообще называется шардинг? Потому что ты разделил свою чистоту по географической зоне. И в каждой зоне там одна вышка, только одна может говорить. Нет-нет-нет, я имею в виду, если мы находимся прямо вот рядом, представь, что мы находимся на одной территории, и мы общаемся с одной и той же вышкой. Если у тебя две вышки в одной и той же территории, и они пользуют ту же самую чистоту, тогда ты не сможешь подключить ни одной, либо ни другой. Потому что если они обе сразу говорят на той и той же чистоте, у тебя получается шум. Нет, я понимаю, я просто говорю про то, что постановка задачи не совсем такая, что в блокчейне важно, как бы так сказать, по крайней мере, в моем представлении, задача не в том, чтобы некоторый ограниченный ресурс, как вот эту ширину полосы частотной, разделить, чтобы никто друг другу не мешал, а в том, чтобы каждый мог независимо проверить, что все везде происходит корректно. То есть все действия в сети, что они корректны. Это тоже вторая проблема. Но проблема как бы консенсуса — это проблема этого вот блок-продюсера, лидера. Вообще называется это лидер-релакшн. Даже вот Proof of Work, он работает как лидер-релакшн. Кто в одно и то же время, кто будет делать блок. Если у тебя два лидера, которые делают блок в одно и то же время, это надо всей сети выбрать одного или другого. И в Proof of Work это делается... Протокол такой, потому что этот Proof of Work становится тяжелее, когда тебе больше людей, которые хотят сделать блок, то никак бы ты это не делил, каждый блок занимается где-то 10 минут. И поэтому... То, что каждый блок производится в 10 минут, это же фича. Это же не потому, что не могут код ускорить, а потому что это специально сделано так, чтобы кривая эмиссия была предсказуема. То есть это специально же сделано? Да, но самое быстрое, которое можно ускорить влог — это Ethereum. То, что каждые 15 секунд. Быстрее этого Proof of Work нельзя сделать. И потому что, если ты смотришь на Ethereum, у них где-то этот uncle rate, не помню сколько, но если чем быстрее, чем ты уменьшишь это вот это время с 15 секунд до 10, то тебе начинается больше uncles. То, что в одно и то же время у тебя два блок-продюсера делают блок, и сеть должна один выбросить. Да, нет, с этим я не спорю. Понятно, что у нас какие-то физические границы есть. То же самое в радио. То, что один другой протокол сделали, называется Aloha, когда если две вышки говорят в одно и то же время, они ждут random time. Понимаешь, как скажут, random? Случайная. Две вышки, они в одно и то же время говорят, видят то, что звук получился, шум, потому что они тоже в одно и то же время говорят, и каждый из них ждет случайное время. И потом они опять это retry. Вот это более похоже на Proof of Work. Потому что, когда у тебя выходят два блок-продюсера, и сеть выбирает один или другой, они выбирают один или другой случайно. Случайно. Потому что нет там determinism. Окей. Ну смотри, мне бы хотелось с чего начать наш разговор, чтобы он так структурно прошел. Вначале поговорить про какие-то общие вещи и попытаться мне разобраться и объяснить слушателям, зачем вообще Solana нужна и чем она лучше, чем 100, 200, 500 других блокчейнов, которые пытаются делать… Каждый из них тоже говорит, что он делает что-то хорошее, что он производительный, и что он такой хороший, сякой. Почему Solana, по двое мнение, наверное, уникальна. Ну и потом более подробно разберем некоторые технические аспекты, а именно консенсус, Proof History, устройство смарт-контрактов и, может быть, что-то еще, если останется на это время. Но в первую очередь хотелось бы такой вопрос задать более общий. Вот во всех ваших материалах, во всех ваших блокпостах вы очень тщательно подчеркиваете, что для вас самое важное – это перформанс, это производительность. Вот что именно ты вкладываешь в это понятие? И мне хочется на это ответить, что если поставить один огромный сервер в Амазоне, то он будет централизованный, но он будет очень перформанс. То есть Амазон же перформит как зверь. Но это же не совсем то, что нам нужно от блокчейна. Нам нужна централизация. Наша теория в том, что мы можем иметь такой же перформанс, как один сервер в Амазоне, но все еще быть децентрализованным и censorship-resistant. То, что мы строим, это как бы вот этот вот смарт-контракт платформ. И кому это нужно? Вот это вот главный вопрос. Я считаю, что вот эти системы – это как бы системы, как сказать по-русски, price discovery. Можно оставить по-английски. Окей. Ну, это система price discovery. То, что мы хотим построить, это один такой глобальный компьютер, который имеет синхронизацию каждые 400 миллисекунд. По идее, может даже быстрее быть 200 миллисекунд. У тебя есть один такой компьютер, и он… Главное, что он есть, это то, что он censorship-resistant. То, что любой человек в мире, который имеет private key, может там на нем делать, писать программы и эти программы запускать. Не, ну смотри, мне кажется, здесь важный очень аспект, что соглашусь, что любой человек с приватным ключом может программы запускать, а может ли он независимо проверить, что все остальные программы корректно выполнились? Может. Потому что все равно то, что этот компьютер делает, он делает ладжер. Этот ладжер ты можешь взять и проверять на своем компьютере, увидеть то, что у тебя то же самое… То, что ты сделал то же самое, то, что этот компьютер сделал. Хорошо, но мы дальше более подробно это разберем. У меня просто в чем опасение это возникает, что если мы делаем систему, которая очень много транзакций в секунду пропускает, то если я просто с простым компьютером подключаюсь к ней, то я не успеваю все транзакции проверять даже. И поэтому я отстаю от консенсуса и уже не могу в полной мере верифицировать все. Знаешь, как вирус растет? Экспоненциально, к сожалению. Ну, так же самое растет и сколько ядров в одном чипе, который Intel или NVIDIA делают. Потому что каждый год у нас в два раза больше ядров. И если мир будет в два раза больше пользоваться финансовых транзакций в этих компьютерах каждые два года, то только если usage будет иметь такой exponential growth, то только тогда у тебя будут проблемы разбирать, что случилось. Потому что в любой момент может это будет стоить дороже, чем ты хочешь, но через два года это будет в два раза дешевле. И это экспоненциальная функция. Потому что если сейчас дорого, то через два года будет дешево. Какая разница? Окей, понятно. Я, по крайней мере, кажется, понял важный здесь тезис в том, что масштабируемые системы рассчитаны из предположения о том, что производительность железа будет быстро расти, продолжать быстро расти. Поэтому нам не нужно ориентироваться на компьютеры сегодняшнего дня, а мы уже можем строить на основе того, что, возможно, будет через три года, пять, десять лет и так далее. Правильно. Потому что когда мы начали, нам надо было пользоваться четыре этих вот графикс-карт, чтобы сделать нам один миллион транзакций, signature verification в секунду. Сейчас только нужна одна. Потому что через два года это даже бывает, шаги бывают быстрее, чем два раза. Бывает, как у нас случилось, за эту функцию четыре раза быстрее. Потому что и дизайн, и fabrication стало лучше. И пока, если эта такая тенденция перестанет, то у нас будет намного больше проблемы, чем проверять транзакции в салабе. Ну слушай, а что уж такого будет плохого, если сравнить с прогрессом в каких-нибудь других областях? Ну скажем, там двигатели внутреннего сгорания не становятся экспоненциально эффективнее. Или там строительство просто зданий, домов, оно не становится экспоненциально дешевле. И как-то цивилизация продолжается, ничего страшного. И вообще большинство, я думаю, прогресса, оно не экспоненциально, или, по крайней мере, уже эта кривая выровнялась. Я считаю, если закончится, мы не сможем перерабатывать информацию на поле exponential function, то я думаю, цивилизация друг друга мы себе вообще съедим через лет 50. Потому что как бы все будет расти, а мы потеряем эффективность маркета. Потому что у нас будут такие же депрессии, как были сто лет тому назад. Это идёт, конечно, более таким, хуже вещам в мире. Война будет, знаешь, что такое. Потому что у нас сейчас вся экономия работает на том, что у нас есть компании, которые могут всю эту информацию перепатывать и делать очень такие accurate predictions, что будет. Потому что сейчас вирус, это маркеты идут вниз, но они идут вниз с такой скоростью, там всё, есть hedge funds, и всё это вот, оно это ловит. Это не так, как было в 30-х годах, потому что всё развалилось и началась Вторая мировая война. Я считаю, что часть стабильности в мире – это сколько информации мы можем перерабатывать. Но это я считаю, как компьютер, что я не знаю, если я прав. Окей. Ну смотри, у меня ещё такое, если более немножко конкретики переходить, про то, какую вы видите нишу рыночную для себя. Вот у меня, смотри, есть такое рассуждение, не знаю, насколько оно тебе покажется корректным. Вспоминается гантеля, прости господи, Талеба, который говорил, что нужно вкладываться частично в низкорискованные и низкодоходные активы, частично в высокорискованные и высокодоходные, а серединка выпадает, потому что она как бы не нужна никому получается. И приводя эту аналогию на наши реалии, я рассуждаю так, что вот есть, допустим, обычные пользователи, ну сколько там вот я или ты сделал транзакций сегодня? Ну там, наверное, в пределах десятка, да, там купить кофе. 20 тысяч, сейчас в эфире 20 тысяч юзеров. Ну да. Нет, я просто хочу сказать вам что-то, что если мы ориентируемся на простых юзеров, то они, может быть, не так много транзакций делают. Если мы ориентируемся на юзеров, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что они постоянно трейдят, всякие вот high-frequency trading и так далее, то это такой спрос, который невозможно удовлетворить, потому что сколько бы мы им транзакций в секунду не предоставили, они все равно будут свой арбитраж всовывать в те микросекунды, которые у нас останутся. И вот вопрос, если вы делаете, условно говоря, там 50 тысяч TPS, где на этот рынок, условно говоря, чем он отличается от рынка текущих биткоин и эфириум пользователей? Ну, дело в том, что 50 тысяч TPS или 100 тысяч или миллион никому не нужен рынок, потому что вот это не average load, это как сказать по-русски? Средняя нагрузка. Средняя, это не средняя нагрузка. Главное, как мы думаем, есть сейчас в рынке возможность компаниям, которые обычные в App-to-компании, поменяться от рекламы на криптовалюты, на micropayments, на крипто-бизнесы, потому что у них есть уже, знаешь, 10 миллионов юзеров, 20 миллионов юзеров. Если ты даешь этим юзерс токен, они между собой его двигают, то за эту velocity ты можешь разрабатывать такую же прибыль, как ты разрабатываешь от рекламы. Реклама от Google тебе дает 2 десятых цента за Vue. То, что, знаешь, вообще почти ничего. И, ну, цены такие маленькие, то, что это невозможно сделать ни на эфире, ни на биткоине, ни на таких дорогих блокчейнах. То, что мы строим, потому что у нас есть один шар, который мы не делим, значит, мы не делим capacity. У нас есть capacity, чтобы вот эти юзкейсы, в которых есть миллион, 2 миллиона, 10 миллионов юзеров, они могут там пользовать эту криптовалюту. И когда у них 20 тысяч человек нажимают кнопку, то что они не теряют серверс, то что у них юзер экспириенс все равно идет хороший. Так что для нас важно это найти компании, которые хотят это сделать, и у них есть юзер бейс, которые, знаешь, когда становится это интересно. Ну, часть этой крипто сейчас может при этих компаниях. Потому что считай Brave одна, Adios тоже неплохая, там они строят как бы такой децентрализованный SoundCloud, и Kin, который имеет messaging client, там у них, если люди помнят, они сделали большое SEO, но сейчас они строят свой payment stock, и у них где-то полтора миллиона юзеров. Ну, слушай, если вот рассматривать юзкейс микроплатежей за контент, условно, если каждый Google поиск в Google будет мне стоить там одну десятую цента, то зачем это нужно класть на блокчейн? Можно это сделать полностью просто идеально. Допустим, у меня будет там в Google баланс, я пополняю его криптовалютой на 10 долларов, и у меня там за это тысячу запросов я могу сделать. Зачем каждый маленький-маленький запрос на настоящем блокчейне заверять? Есть такие технологии, как Rollups, и все это вот, знаешь, ты можешь это построить тоже, но дело в том, что серверы, которые должны это разрабатывать, должны быть, и где-то их надо запускать, и потому что это финансовые транзакции, эти серверы должны быть secure, они тоже должны делать то же самое, этот replicated computation, то же самое ты построишь в своей блокчейне, но у него будет как бы этот вот ZK Rollup или State Channel в твой mainchain. Но ты же не можешь просто поставить такой MySQL и в нем разрабатывать финансовые транзакции. А почему нет? Сейчас же так и делают? Нет, сейчас те, которые пользуют компанию, они пользуют той же самой как бы redundancy, как мы строим блокчейн. Ну, это стоит дорого, это не дешево, потому что эти MySQL и все это вот поставить, ты будешь платить за 10 миллионов юзерс, ты будешь платить это несколько миллионов долларов в год. Ну, а на блокчейне ты не будешь платить как минимум столько же, потому что, ну, то есть экономика должна же сходиться, то есть если ты обеспечиваешь какой-то уровень безопасности, ну, ты так или иначе за это платишь, или в виде комиссии в блокчейне, или в виде просто платежа обычному облачному праву. Комиссия будет стоить сколько же, сколько стоит этот вот bandwidth и hardware. Ну, hardware, знаешь, компьютеры, они дешевые, а как бы считать, самая дорогая в этом часть это bandwidth. Как сказать bandwidth по-русски? Ой, может быть, так и нужно. Ну, какая-нибудь пропускная способность. Bandwidth сети. Так что, если у тебя есть там 100 валидаторов, ты платишь за всю информацию, которую между собой они посылают. Если у тебя там, ну, сейчас цены на это тоже падают, так что считай, ты можешь 50 долларов купить 1 терабайт информации. И в 1 терабайт можно там миллион транзакций засунуть. Окей. Нет, просто это как бы конкретика. Понятно, что там все можно посчитать, сколько это стоит. Я просто пытаюсь понять вот что. Что если, ну, я скажу из предположения, что при прочих равных условиях децентрализованное решение, оно по определению дороже, чем централизованное. Потому что мы дублируем информацию, мы распределяем информацию. Ты теряешь… Нет, оно централизованное или децентрализованное – это не вопрос. Это сколько ты сделаешь replicated computation. Ты плачешь за сколько раз ты повторяешь этот вот ID-транзакций, сколько у тебя есть от этого security. Не имеет значения, если это система на AWS или такая между разными валидаторами. Окей, как бы хорошо. И дальше, если я плачу за каждый свой поиск в Гугле одну десятую долю цента, зачем мне каждую эту микротранзакцию класть на блокчейн и распределять между ста валидаторами, когда я могу доверять какому-нибудь одному суперноду, скапливать мои транзакции на этом суперноде и раз в сто, раз в тысячу заверять там каждый доллар, допустим, или каждый 10 долларов. Ну, наверное, никто не умрет, если мы случайно продолбаем полдолара. Мы, считай, взяли, построили этот супернод, но децентрализованный, сколько валидаторов, сколько хочешь. И цены у нас за 10 долларов покупаешь миллион транзакций. Так что вот. Окей, звучит немножко too good to be true, но сейчас будем дальше разбираться по технике и разберемся, что там на самом деле происходит. Еще хотел бы затронуть такую тему более общую. Мне кажется, что у вас лозунг про то, что у вас нет шарлинга. Вы это сделали своим просто девизом и главным символом. У вас даже есть подкаст, который тоже называется No Sharding. За что вы так не любите шарлинг? Я бы не сказал, что я его не люблю. Просто шарлинг — это такая проблема, которая проблема науки. Это очень тяжелая проблема. И поэтому люди говорят, почему, знаешь, в Эфири М2 еще не вошел? Потому что-то тяжело построить. И я считаю то, что компании как НИР, как Эфири М2, у них большие амбиции, им будет это очень долго строить. И первые version 1, version 2, они будут очень медленны. И то, что когда люди начнут программировать эти системы, им надо будет делать программы, которые должны идти с одного шарда на другой, это будет нелегко. Поэтому я считаю, что вот это solution, как сказать. Потому что шарлинг — это люди, которые строят шарлинг-системы, они строят для мира там, где есть миллион валидаторов. И они хотят их разделить на шарлинг. И в каждом шарлинге у тебя будет дешевле сеть. Но это не надо, потому что вообще в мире нет миллиона валидаторов. И каждые четыре года цена сети становится дешевле. И каждые два года компьютеры становятся дешевле. Так что разрабатывать эту технологию, пока они ее закончат, у нас наша сеть уже будет, не знаю, в раз 10 дешевле. На все параметры, которые ты можешь посмотреть. Понятно. То есть это просто такой, скажем так, попытка из архитектуры, которая в какой-то степени схожа с тем же биткоином, в смысле, что у него нет шарлинга, и все ноды делают одно и то же. Просто из этой архитектуры выжать как можно больше производительности при данном хардвере, при данном железе. Правильно. Еще такой вопрос, прежде чем мы перейдем к конкретике, к технологиям. Вы много пишете в своих постах про всякие метрики, транзакции в секунду, сколько вы достигли на тестнетах, и там какие-то очень большие числа. Я вспоминаю тред, я вот так сходу не нашел в Твиттере, который, мне кажется, постил Эмин Гюнсирер про то, какие есть способы, скажем так, нечестного измерения транзакций в секунду, так, чтобы ввести в заблуждение всех. Что можно там их измерять в одной географической зоне на Амазоне, можно их измерять, не учитывая валидацию. Я тебе могу сказать, что если мы в одной и той же зоне, то, что мы построили у нас маленький такой data center, collocated на одном свитче, если мы не меняем лидера, то, что у нас есть один блок-продюсер, и он просто передает информацию в сети, в такую конфигурацию мы можем 800 мегабит в секунду перебратывать. Это где-то 200 тысяч транзакций в секунду. То, что лидера мы не меняем. То, что ставишь один лидера, ты ему бросаешь сколько транзакций, сколько хочешь, и он их передает, может, мы это делали до где-то 100 нодов. И каждый из этих 100 нодов может еще к 100 передавать информацию. Так что, считай, твоя сеть может составить за 2 cups, знаешь, за 2 levels, это будет 10 тысяч нод. Какой сетап наиболее приближенный к реальности? Окей, окей. Когда мы поставили в этой же, той же самой сети, считай, на одном и том же свитче, и надо этот лидера, чтобы он переходил с одного нода на другой, и в любой момент они могут fail. Потому что лидер может упасть и не срабатывать, и следующий должен перебрать. В то время у нас были эти слаты 800 миллисекунд, и они каждые 8 слат менялся лидер. И в такой конфигурации в одной и той же зоне это было где-то 100 тысяч транзакций в секунду. Так что мы потеряли performance, но это performance, хотя можно, если у нас было бы время, это можно, конечно, we can close that gap. Потому что следующий лидер может начать перебатывать транзакции, которые он еще увидел, но еще не вставил в блок. То, что это все можно делать перед тем, как ты увидишь блок, на котором тебе надо подсоединиться, и выбрасывать всю информацию, которую не надо. То, что это все возможно сделать, это называется как бы optimistic execution. Но у нас для этого просто нет времени. Надо, конечно, выпустить version 1. Не, ну окей, вопрос не совсем про это. Вопрос, если вы хотите померить перформанс своей системы, как вы организуете этот тестовый фреймворк таким образом, чтобы он отражал реальную глобальную сеть, где там кто-то в Австралии, кто-то в Японии. То есть у нас, окей, так что брать ту же самую сеть, тот же самый софтвер и пользовать настоящий network. То, что те валидаторы, которые у нас есть, на том железе, на котором у нас есть, где бы они ни были, в Китае, в Сингапуре, в Европе, у нас мы их всех собираем на дискорде, и мы включаем их в одну и ту же сеть. И потом мы каждые 20 минут вывышаем в два раза больше, сколько транзакций мы им посылаем за где-то 20 минут. Так что мы делаем стресс-тест, который становится быстрее и быстрее. В этом стресс-тесте у нас, мне кажется, самая большая сеть была где-то 65 валидаторов. И они это внутри, в Китае, в Хонг-Конге, в Сингапуре, в Германии, в Южной Америке, в Норд-Америке, по всем континентам и в Австралии, кроме Антарктики. Между всеми ними мы видим average за 20 минут, где-то 20 тысяч транзакций в секунду, самый лучший мы видели. А пик за секунд 5 или 10 выше 60 тысяч. Понятно. Ну, просто, Хай, где-то набраться как устроено это тестирование. Ну, эта сеть, все эти 70 нодз, они разделены одинаково по их нему стейк. Дело в том, что когда будет настоящий network, знаешь, такая штука power law. Ну, некоторые распределения, да, там 20 чего-то дает 80 чего-то другого, да? Если ты смотришь на network, на Tezos, на Cosmos, каждые 20 нодов имеют 80% стейк. То, что наша performance, она будет dominated этими 20 нодз. Я не знаю, кто они будут. Но считается так, что большинство стейка будет идти более профессиональным нодам, которые имеют более выше hardware, более выше network speed. И из них мы будем видеть выше average speed и выше peak capacity. Окей. Смотри, здесь на самом деле такой фундаментальный вопрос, мне кажется. Мне кажется, очень важно разделять вопрос скорости валидации транзакций и вопрос выбора одной версии истории, которая правильная. То есть, как вот в биткоине происходит. Все полные ноды верифицируют все транзакции и убеждаются, что они правильные. И это я могу сделать на своем ноутбуке. А плюс к этому еще есть майнеры, и работа майнеров заключается в том, чтобы помимо валидации еще и сделать кровь-ворк, который выберет нам одну историю из всех возможных историй. Правильно. Но вот вопрос. Когда ты говоришь, что performance будет доминирован этими 20% мощных узлов, если мы хотим децентрализации, то все равно рано или поздно все узлы должны провалидировать, все транзакции. Иначе они не знают, что на самом деле случилось. Ну, валидировать это легко. То, что мы можем взять систему там, где этот леджер, мы ставим BitTorrent, Seed, и миллионы машин это происходит. Когда они его заберут, они могут все транзакции перерабатывать. Когда они это закончат, не имеет значения. То, что это не вопрос, либо они валидируют транзакции, это если они могут все еще голосовать за время, которое нам надо. То, что нас как бы наш SLA, если вообще в этих системах есть такая штука, это мы хотим, чтобы за 400 миллисекунд все уже заголосовали. Это число, которое мне кажется каким-то удивительно маленьким, потому что просто пинг между далекими городами, это может быть 200 миллисекунд, может быть 300 миллисекунд. Как вообще кто-то может успеть договориться, если у нас просто сигнал, скорость света идет от Сан-Франциско до Сиднея, до, не знаю, Лондона, сотни миллисекунд, даже не учитывая какие-то фейлинг. Сигнал от Сан-Франциско в Сиднея где-то 90 миллисекунд. Потому что эти валидаторы, потому что цена информации, которую посылают в сети, достойно дорогая, то что эти валидаторы, они как бы колокейдат. Люди это не… Ну, если у тебя есть high quality network, то пинг от Сан-Франциско в Сиднея где-то 80-90 миллисекунд. Но мы скорость света же все равно не обгоним, то есть это как в эфире, он упоминал UncleRate, они же все равно, ну, даже если ты не дошел до физического предела, у тебя уже понижается качество блокчейн. Правильно. Так что мой лидер в Сан-Франциско, он получил первую транзакцию, он ее вставил в блок, и он уже послал тебе часть блока в Сиднея, то что через 90 миллисекунд ты его получишь, и ты начнешь его процессы. И в то же в это время я делаю вторую транзакцию и вкладываю в этот блок, и уже посылаю тебе часть. То что вот наша эта вот идея с Proof History, это такая штука, то что я могу этот блок стримить, и когда ты его получаешь, ты имеешь гарантию то, что я сделал этот блок в то время, которое я должен был его сделать, а не в другое, и этот блок полный, и ты получил все транзакции в этом блоке. И так что у нас как бы получается это пайплайни, то что я получаю транзакции, и в то же самое время, как только я их могу разработать, вообще блок-продюсер может делать намного меньше работы, чем те, которые проверяют блок. Мне просто надо, мне даже не надо проверять signatures, мне надо проверять только если баланс есть у тех, которые хотят заплатить за транзакцию. Я их могу тебе посылать, и в то же время ты их разрабатываешь. Так что наш лайк, это вот это один хаб, это считай 100 миллисекунд. Так, тогда давай разберемся, какие вообще есть роли в протоколе, потому что ты говоришь, что есть вот валидаторы, а есть, ну давай, я не буду придумывать, а дам тебе слово, кто бывает в протоколе вообще, какие роли? Окей, ну есть валидаторы, есть как бы лидеры, которые делают блоки. И представь себе систему, то что есть один лидер за все время, все ему посылают транзакции, он их вкладывает в блок, и этот блок он расставляет всем валидаторам. И как он расставляет этот блок, это он посылает кусок каждому валидатору, они между собой куски посылают и переделают этот блок, и потом его процесс. И это можно сделать как бы стриминг, потому что как только ты получил первую часть блока, ты сразу можешь это уже перерабатывать, потому что тебе не нужен полный блок, чтобы начать работу. Так что представил эту систему, то что мы делаем, это мы этого лидера, блок-продюсера, мы его пытаемся менять как быстро, как можно. Сейчас это каждые 4 слад, один слад у нас 400 миллисекунд, так что где-то полторы секунды этот лидер меняются. Но как он меняется, это есть у нас такой лидер-скеджу, который deterministic, потому что все знают, кто будет следующий лидер. И следующий лидер не ждет свою очередь, он не ждет блок, как бы, it doesn't wait for the previous block, потому что он не ждет прежде, как предыдущего. Он начинает свой блок, который как только он может доказать, то что он дошел до своего слада. И вот это доказание, он может это слад сразу, как только он его разработал. Это вот это доказание, это и есть proof of history. Потому что я внутри, на своем компьютере, я делаю этот вот sequential хэшинг, и это один мой ядер, он просто, знаешь, жгет электричество, пока я не даду до своего доказания. Вот я его разработал, я его могу посылать сразу. Я знаю то, что все, которые получат сети, они его делоксатят. Потому что не будет у нас такой момент, что часть сеть думает, что я имею право делать блок, и часть сеть думает, что я не имею право делать блок, потому что я это рано сделал. Поэтому у нас нет такого partitioning из-за времени. И вот это есть разница нашей сети и как бы сеть как тендермен, то что я сейчас начну блок рано, то что часть сети скажет, что я это сделал рано, а часть скажет, что нет. Сейчас, то есть давай переформулируем. Значит, у нас есть валидаторы, работа которых заключается в том, чтобы, собственно, полидерировать блоки, но из валидаторов мы по некоторому алгоритму, который мы обсудим ниже, выбираем лидера раз в несколько секунд или миллисекунд, неважно. И вот, допустим, если я лидер в этом слоте, дальше только я в этом слоте могу произвести блок. Если ты произведёшь блок в этом слоте, он будет не валидный, только мой блок будет валидный. Я собираю все транзакции, я их валидирую, делаю блок, всем рассылаю блок. Все говорят, окей, правильный слот. Вообще, тебе их не надо валидировать. Ты их можешь просто собрать и даже газ, то, что они правильные или нет. Ты можешь сделать такой очень быстрый алгоритм, который смотрит на транзакцию и считает, если она бы… если валидитор её примет или нет. То, что не надо её даже полностью разрабатывать. Ну окей, это как бы моё дело в каком-то смысле. Это некоторый риск, который я могу на себя взять, правильно? Потому что если я сделаю блок, который будет содержать невалидные транзакции, то, соответственно, ты его не примешь. И что происходит в этом случае, кстати? Валидатор, который становится лидером следующий, он не поставит свой блок на твоём. То, что твой блок, он не будет как бы в нашем ладжере. То, что его сеть выбросит. Окей, тогда, я думаю, имеет смысл перейти к центральной, мне кажется, теме и такой вещи, которой вы, опять-таки, уделяете много внимания в ваших материалах. Это Proof History. Вещь, которая у меня немножко не укладывается в голове. И вот почему. Вот вы делаете такое различие в ваших материалах, что это не Proof Work, а это Proof Time. Но в моём понимании Proof Work — это и есть в каком-то смысле часы. И вся задача прихода к консенсусу в распределённых системах, она, в общем-то, сводится к вопросу, была ли транзакция А раньше транзакции Б или позже. Если у нас есть доверенный способ определить, что было раньше, что было позже, тогда проблема просто решена. И Proof Work — это такие очень неточные, но логически правильные часы. Проблема консенсуса — это не проблема транзакции. Это проблема, кто будет лидер, кто будет блок-продюсером. То есть вся тема консенсуса — это выбрать, кто будет сделать блок. И то, что Proof Work работает как часы, это работает как часы после консенсуса. То, что мы как бы знаем всю сеть, мы знаем её мощность, и мы выбираем difficulty, которая делает так, чтобы каждые 10 минут был один блок-продюсер. Так что вот это наш консенсус, потому что мы сделали такой алгоритм, который значит, что не более чем каждые 10 минут будет один блок-продюсер, потому что это такой процесс, который random, то что возможность, чтобы было два блок-продюсера в одно и то же время, очень маленькая. Мне кажется, я понимаю, что можно это сформулировать в терминах выбора блок-продюсера, но мне кажется, если мы вернёмся на шаг назад и вспомним, какую мы проблему решаем, мы вообще решаем проблему даблспендинга, правильно? Что если у Алисы есть 100 долларов, она не может потратить два места. Это мы решаем проблему для юзера блокчейна, и мы всё равно, как ты решаешь даблспендинг. Как все системы, которые мы знаем, это решать, это с консенсусом. И консенсус — это проблема решать, кто будет блок-продюсер. И тот блок-продюсер решает, кто первая транзакция или кто вторая. Потому что блок-продюсер может сделать даблспенд, и вся сеть просто выбросит этот блок. Правильно? Потому что блок-продюсер решает, либо был даблспенд или нет. Ну, в конечном итоге да. Но я хочу сказать, что это понятие времени в профворке, как я это вижу, оно возникает из того, что я смотрю на блокчейн, я смотрю на профворк, и я говорю, что у меня есть очень серьёзные основания полагать, что все транзакции в блоке номер N случились раньше, чем все транзакции в блоке номер N плюс 1. И вот это то понятие времени, которое, сказать, отмечают историки, что блокчейн на самом деле в исходном ходе назывался таймчейн. То есть это временная цепочка. Ну, это окей. Так что, о чём мы говорим, это как бы другое тайм. Это не тайм для юзерс и их транзакции. Это время между блок-продюсерами. Потому что как нам выбрать блок-продюсера, чем быстрее, чем можно? И как это делать в радио? Потому что когда выбирают, какая радиостанция будет говорить на той чистоте, это сейчас происходит между твоим телефоном и твоим соседем, которые пользуются CDMA, которое меняет более время и чистоту. То, что вот эта проблема, это мы решаем. То, что либо я, либо ты можем поставить блок в одно и то же время. Надо, чтобы кто-то из нас выиграл. И если у нас процесс этот рэндом, то сеть будет иметь скорость, которая не будет намного быстрее, чем эфири. У них, как бы считается, самое быстрое, как они построили. Есть, конечно, я видел дизайны, которые делают такое между профостейки, профворки, что-то там они переделают, но я даже не знаю, если они стабильны или нет. Как мы знаем, то, что работает, это эфир, это, наверное, самый быстрый профворк. И в этой сети, в профворк-чейн, они как бы measure time после консенсуса. То, что мы уже решили, какой будет difficulty. Мы решили, что будет это профворк, надо тебе разрешать 20 битс или 21 или 22,5. И вот это решение, это ставит как бы часы для сети в этот момент. О, смотри, давай я, можно я объясню по аналогии? То есть, допустим, если у нас есть какой-то радиоканал, и мы с тобой хотим передавать информацию одновременно по этому каналу, но если мы будем передавать ее одновременно, то будет все плохо. Поэтому мы говорим, давай договоримся, в четные секунды я передаю, а в нечетные секунды ты передаешь. Окей, мы договорились. Правильно. Дальше вопрос, откуда у нас берутся часы, чтобы мы понимали, что эти четные, это для нас обоих четные и нечетные. Вот как, правильно ли эту проблему я описал, как вы ее решаете тогда? Так, мы пользуемся как часы, это процесс такой функции, называется Verifiable Delay Function. Такую функцию, которую мы построили, она очень-очень такая легкая. Это даже вообще люди не хотят называть это Verifiable Delay Function, потому что ее проверять занимает столько же мощности компьютеров, сколько это разрабатывает. Но это можно ее парализировать, и поэтому проверять ее намного быстрее, чем разрабатывать. И как это работает, это пользуется тот же самый криптический хэшинг функцион, как Proof of Work, Shutter 56. И через нее ты берешь внутри, вкладываешь value, знаешь, ну, дату какую-то, и она производит output. И этот output ты пользуешь как input на следующей итерации. И вот это ты делаешь, вот эту функцию, ты ее running in a loop. И, например, каждый 100 тысяч раз ты берешь current state, как сказать. Текущее состояние, текущее значение. Текущее состояние, и ты это вкладываешь как в дату. И вот эта дата, это текущее состояние, каждый 100 тысяч раз, как эта функция идет, у тебя происходит как бы доказание то, что время произошло, то, что время шло где-то. И вот это доказание, ты можешь потом представить в сети и сказать, что вот, я блог-продюсер номер 10, я должен был ждать до слота 10. И вот мое доказание, то, что я до этого ждал, и эту функцию, и это running. И я сейчас могу тебе представить блог. И сеть потом решает, если этот блог хороший или нет. Но потому что, понимаешь, потому что тебе надо ждать до блока 10, и тебе это займет больше времени, настоящего времени сделать, чем мне. И я жду до блока 9. Поэтому мы в одно и то же время не будем представлять в сети блок на наши два разных блока. И поэтому сеть имеет возможность только выбирать один блок в одно время. Потому что в сети не надо смотреть на два блока и выбирать, либо я беру первый, либо второй. Окей, тут как бы много сразу вопросов возникает. Сейчас попробую их по порядку задать. Во-первых, про VDF. Я, хотя и не бог есть какой криптограф, но я немножко посмотрел, на эту тему почитал, и у меня сложилось впечатление, что это очень активная область академических исследований. Даже есть сайт, я оставлю в шоу-ноутах ссылку на vdf-researcher.com. Нет, .org. И там собраны статьи и выступления, соответственно, ресерчеров на эту тему. Вопрос. Ту конструкцию, которую вы используете, она как-то вписывается в этот общий пейзаж? И не думали ли вы взять какую-нибудь статью Дэна Боней с авторов или кого-нибудь еще с авторов и имплементировать ее? Я говорил сам Стэн Боней в Стэнфорде. И он мне сказал, что то, что мы делаем, это самая такая, как бы, current state of the art. Как сказать? State of the art. То есть последнее достижение. То, что мы делаем, это secure, и она работает. Слушай, мне кажется, я смотрел просто доклад того же самого Дэна Боней, это замечательный криптограф и, я бы сказал, один из лучших просветителей в этой области, который ведет и курс на эту тему, всем очень рекомендую его материалы. И он делал доклад в прошлом году на тему vdf-ов. И там он определял, какие качества должны быть у этих функций. И там очень важно, чтобы она была верифицируема все-таки за, как я понимаю, константное время или, может быть, за логарифмическое, но точно не за линейное. То есть у вас фактически получается, что верификация всего в n раз дешевле, чем производство. Практически у нас более чем линейнее, потому что каждые два года у нас в два раза больше ярда. Но это как бы не теоретический аргумент, это аргумент такой, как бы, знаешь, очень практический. А мне интересно понять… Ну, опять же, в том же докладе предлагалось, например… Я не математик, я инженер, так что… Я понимаю, поэтому вопрос, почему вы не привлекли математиков и вы считаете, что это не нужно или это вам не поможет? Потому что как инженер, если ты посмотришь на, как строятся новые функции, они пользуют как бы… Мультипликатор, как сказать? Ну, мультипликатор, которому нужно 2000 битов. Это может тебе кажется легко, но дело в том, что это очень тяжело построить мультипликатор 2000 битов, который невозможно сделать быстрее. Даже это математически нельзя доказать, что можно построить такую штуку, как этот мультипликатор, который нельзя сделать быстрее. И если у тебя есть система, которая ты не знаешь, с какой скоростью максимально она может работать, то тяжело это пользовать как безопасные часы. Shutter 56 тоже математически нельзя доказать то, что можно сделать быстрее. Но потому что Shutter 56 работает как бы в Proof of Work, это самая такая функция, которую весь мир сейчас оптимизирует. Если ты можешь ее сделать 10 раз быстрее и не пользовать 10 раз более мощности, то что более энергии, то тогда это будет пользоваться в биткоине, потому что тогда люди будут с этого делать деньги. Но если ты не можешь ее сделать 10 раз быстрее без использовать 10 раз более энергии, то вот этот circuit, его просто невозможно из него выбрать все heat, понимаешь? Так что мы как бы, мы можем посмотреть на этот дизайн и посмотреть на как биткоин работает и как-то сделать engineering gas, то что может в два раза больше, в два раза более. Нет, окей, я не спорю, я не говорю о том, что инженерное мышление, инженерные такого рода решения не нужны, конечно, если вы разрабатываете практическую систему, вам приходится делать такие решения. Но в том же самом докладе, я сейчас доскажу мысль изначальную, что была идея сделать VDF на основе sequential shadow 56, так же, как вы делаете, но в качестве доказательства использовать снарки в конце. То есть, что все проделано, вы это за constant time доказываете снарками. Recursive snarks, мы тоже на это смотрели. Ну, можно сделать recursive snark, который бы смотрел на shadow 56, но это мы практически тоже не видели, чтобы proof generation имела такую практическую скорость, чтобы с сети она могла быть keep up. То, что интересно, это сделать более позже консенсуса, то, что вот наши сети работают быстрее и быстрее вперед, можно сделать recursive snark, и потом валидаторы, которые намного дешевле хотят проверить всю эту работу, они просто смотрят на snark. Но сейчас это практически невозможно, через 10 лет может быть. То, что вот все в этой, мы сейчас все ждем такую hashing function, которая и pre-image resistant, и snark friendly, но пока этого нет. Так, ну, давай немножко вернемся из деброй обратно. Мне кажется, вопрос, который остался немножко непроясненным, это, ну, хорошо, вот у вас есть, допустим, миллиард, триллион или сколько хотите раз вычисляется SHA-256. Кто вычисляет эту цепочку и кто потом проверяет, что она вычислена? Вот как эту функциональность внести? Каждый валидатор её вычисляет, и каждый валидатор проверяет это доказание. Чтобы поставить свой блок, валидатор должен доказать, что он дошёл до своего слота. И если продюсер перед этим валидатором закончил свой блок, то валидатор просто может attach his block to the previous one. Как бы, как это сказать? Как в нормальном битконе. То есть, я увидел твой блок, и я следующий валидатор, то я могу свой блок сразу ставить на твоём. Потому что твой блок заканчивается на начале моего слота. Слушай, корректно было бы сказать, что вот эти слоты, вы измеряете фактически не в секундах, а измеряете в количестве вычислений SHA-256. Правильно. Это мой миллион вычислений, дальше твой миллион вычислений и так далее. Правильно. Так что ты заканчиваешь свой блок на первом миллионе, а я начинаю свой блок на первом миллионе. И если ты закончил свой блок, и я его получил, то мне вообще не надо ничего не вычислять, кроме своего блока. Но дело в том, что я не знаю, если ты закончишь или нет, потому что ты можешь быть плохим блок-продюсером или ленивым, или просто знаешь слабым, или просто ты выключил машину. И если ты свой блок не закончишь, так я должен доказать, что я дошёл до своего слота сам. И это как ты можешь представить себе виртуальный блок, который все в сети могут построить. Потому что в нём нет другой информации, кроме этого шата веб-диск. И когда я закончил свой блог, я его показываю в сети, и вся сеть может его либо взять, либо не взять. Но сеть будет делать это расчуждение одинаково. То, что если ты получил информацию, то что ты сделаешь то же самое расчуждение, как все другие валидаторы, которые получили её. Не имеет значения, когда они получили его. Ты понимаешь это? Потому что в этот момент у нас не может быть разделения сети. И поэтому мы можем делать все эти оптимизации, которые нам дают возможность ставить эти блоки каждые 400 миллисекунд и менять этих лидеров каждые полторы секунды. Потому что информация не имеет значения, когда она доходит до валидатора. Если ты даже самый последний в сети, ты можешь получить 5 секунд позже, потому что в тот момент у тебя интернет был слабый. Потому что ты сможешь сделать то же самое решение, как и все другие ноды. И поэтому сеть может работать над скоростью, то от супермайджори в этот момент этого блока. И это может меняться. Эта супермайджори может меняться. То есть для одного блока это супермайджори может Европа и Азия. А в следующем блоке это Южная и Северная Америка и Европа. Понимаешь? Смотри, сейчас я, может быть, не полностью понял, что последнее ты объяснил. Но давай я дянусь еще на шаг назад и перескажу это своими словами, а ты меня поправь. Что фактически у нас все участники сети занимаются расчетом такой общей цепочки хэшей. То есть у нас есть некоторая общая цепочка из триллионов и триллионов этих калькуляций, и все ее считают. Но помимо того, что мы все ее считаем, у нас еще есть у каждого право туда вставить свой блок. В качестве хэдера блоков вставить вот цепочку. У меня там на первом миллионе, у тебя на втором миллионе, у кого-то на третьем миллионе, миллиарды, неважно. То есть получается фактически, что конструкция теперь у меня в голове складывается, очень похожая на биткоин. С той разницей, что если в биткоине профворк считается, глядя на количество нулей в начале значения этого хэша, у вас почти то же самое, только не количество нулей, а просто количество штук этих хэшей в цепочке. Правильно. Интересно. Слушай, а как бы почему никто раньше до этого не додумался? Потому что люди, которые работают на биткоине, они только думают о биткоине, а люди, которые работают на эфире, они только думают о шарлик. Нет, ну просто это мне напоминает, это для меня выглядит как решение той же самой проблемы ASIC resistance. То есть почему у нас ASIC-и такие мощные? Потому что можно параллельно делать работу. Как делать работу непараллельно, давайте мы будем делать последовательно. И казалось бы, что шаг от биткоина к вашей конструкции, он минимальный. Это та же самая функция, только вместо параллельного исполнения для майнинга мы делаем последовательное исполнение. Странно, что это только сейчас сделано. Когда я написал мой white paper, я говорил с людьми, которые мне сказали, что есть некоторые, которые об этом уже думали. Но как бы у них не начали, как бы не в тот момент начали проекты. Но были видео, даже были такой же видео, как мы построили перед нами. Но не знаю, что случилось с этими проектами. Хорошо. Проблема в том, почему люди на это смотрят и они не любят. Потому что каждый валидатор должен иметь кучу ядров, чтобы проверять все эти шаги 50 секций. И хотя это можно сделать параллельно, и это занимает, знаешь, если у тебя есть графическая карта, которая даже в твоем телефоне, там 1000 лейнс. Потому что одну секунду ты можешь проверить за миллисекунду. Но все равно люди на это смотрят, потому что это построено практически, но теоретически это им не нравится. Вот еще, мне кажется, момент, который мы не прояснили. Да, я понимаю, как бы тут противоречие между таким академическим подходом и практическим подходом. Но мне кажется, нужно еще прояснить, может быть, не совсем мы это подробно описали, за счет чего получается это вот ускорение верификации по сравнению с расчетом. То есть если я, допустим, рассчитываю свой миллион хэшей, я по пути запоминаю каждый тысячный хэш. И потом я тебе отправляю эти тысячи промежуточных хэшей, ты это распараллеливаешь между тысячей ядрами своими, и в тысячу раз быстрее это… То есть ты тот же самый отрезок проходишь, только делишь его на тысячу участков. Правильно. И это, в выходе, вторая проблема. Почему люди на это смотрят и им не нравится? Потому что они считают то, что очень много информации the bandwidth is high. А он высокий действительно? То, что мы видим где-то… Ну, теоретически должно быть меньше 100 килобит в секунду, но по-настоящему мы видим даже где-то мегабит сейчас. Это потому, что даже без учета данных самого блока, просто на эти промежуточные хэши, чтобы ускорить верификацию? Нет, 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 это не на хэши. Просто сколько месседжей мы посылаем между нодами, чтобы блоки, которые только имеют голосование за previous block. Это просто как у нашей сети, когда нет транзакции, мы все равно пользуем где-то 1 мегабит в секунду. Это в 10 раз больше, чем надо. Так что надо куча работы еще делать, чтобы додуматься, почему мы столько посылаем информацию. Да. Ну, смотри, проводя аналогию с биткоином и с его proof of work, пока еще вот что мне остается непонятным. Кто определяет сложность? Кто определяет, какой длины должна быть эта цепочка? И раз, в сколько миллионов хэшей должен меняться слот? Мы вначале просто поставили constant, который мы смотрим по скорости компьютеров сейчас. И эта скорость, потому что AMD и Intel, они поставили свои Shutter 56 инструкции прямо в чипе. Потому что это уже, считай, не софтвор, это именно на самом чипе у них есть Shutter 56, который работает со скоростью чипа. И это делать быстрее уже займет тебе, не знаю, долларов 100 миллионов, чтобы взять новый дизайн и это сделать более чем 30% быстрее, чем что сейчас Intel и AMD делают. Так что мы поставили этот constant, и этот constant, как считает, говорит то, что за, я не помню уже сколько, но кажется, 400 миллисекунд может 3 миллиона хэшерс, кажется, сейчас. Где-то так. И все. И может через два года, когда этот вот TSMC выйдет, 3-миллиметровый чип, это надо будет поменять этот constant. То есть получается, что в отличие от системы биткоина, где сложность сама подстраивается, как бы такой экономический механизм работает, вы просто сказали, окей, мы знаем state of the art, и мы считаем, что, скорее всего, его сильно уже не получится увеличить, по крайней мере, быстро не получится увеличить точно. Поэтому мы считаем, что вот у нас… Можно это все автоматически сделать, но это протокол, который должен измерять это все через ЭКОКУ, потом пропост, что вот мы все эти измерили, и всем делать консенсы, что они это измерили. Это все можно сделать, но нам надо выпустить. Мы, знаешь, network. Нет, окей, как бы, fair enough. Я просто хочу вот что прояснить, что тоже в ваших материалах, и у вас такой ролик, который, мне кажется, первым запускается, когда заходишь на сайт solana.com, наверное, про то, что у вас есть некоторый механизм определения реального времени, и меня вот именно слово real-time напрягло, потому что я не увидел этой связки с реальностью, с физическим временем в секундах. Это более физическое время, чем мы пользуем часы, потому что это физическое время, оно… It's bound by physics. Ну, как сказать, by physics, но с учетом того, насколько Intel умеет хорошие чипы делать. Правильно, ну, правильно, но это как будто бы у нас, считай, atomic luck все равно. В конце концов, эти чипы будут скоростью, которую нельзя сделать быстрее. У нас будет там лимит, потому что мы возьмем Atoms, и мы построим как Shuttle 56, и быстрее уже невозможно будет сделать. То есть, да, интересно. Потому что такой вопрос в сторону никогда не… Может быть, вы ресерчили тоже эту проблему. Нельзя ли было бы сделать какие-то децентрализованные часы, основанные на скорости света? То есть, условно говоря, я доказываю, что прошло 200 миллисекунд путем пересылки пакета вокруг Земли? Не знаю, это, мне кажется, возможно, может что-то возможно. Можно, хотя, знаешь, если мы будем все смотреть на Солнце и пользоваться как бы solar flares, никто не знает, какие они будут перед тем, как мы их можем measure, то вот это можно, наверное, делать как часы. Или пользоваться, знаешь, neutron star, fast rotating radio bursts. Ну это, да. Есть такие физические вещи, которые можно использовать как часы, но это тяжело построить. Окей, хорошо. Мне кажется, что у меня, по крайней мере, прояснилась картина, и этот механизм профсистори мне перестался казаться каким-то загадочным. Почему мы можем делать эти optimizations, которые похожи людям в том, что в других сетях невозможно? И дело в том, что у нас есть конкретное время. И кому это надо? Это надо валидаторам, чтобы они не пользовались свои часы и не выбирали то, что вот я получил информацию от одного валидатора, и он мне врет о времени. Вот это решение надо делать в любой системе, как tendermint или традициональные консенсусы, как Arboros, PPFT. Потому что я тебе отсылаю информацию, ты на неё смотришь и смотришь на часы, на время, которое я поставил в эту информацию, и ты говоришь, вот ты наврал. И поэтому я выбрасываю твою информацию. А это решение ты делаешь сам, и ты не знаешь, если вся сеть это решение тоже сделала. Понимаешь? Если ты не знаешь, что с этой информацией сеть делает, то тебе надо делать консенсус, чтобы узнать, окей, мы получили насчет толика, и вы его взяли или не взяли. В нашей системе это не надо делать. Потому что я тебе отослал информацию о моём блоке, и ты решаешь сразу, вот этот блок хороший, я имел право его отсылать, я его буду процессом, и на него могу голосовать сразу, если хочу или нет. И тебе не надо ни с каким другим валидатором говорить об этом. Окей, наверное, я и так понимаю, что если в биткоине мне приходит новый блок, я смотрю, о, здорово, у него Proof of Work достаточно хороший, но мне никто не обещал, что не будет другого блока, у которого тоже он будет достаточно хороший. И дальше мне придётся выбирать между ними. А здесь ты говоришь, что если блок появился, то я уже знаю. Биткоин тоже это решил. Потому что ты получаешь блок, и ты смотришь на хедер, и ты знаешь, что это хороший блок, ты сразу можешь на нём строить свой следующий блок. Потому что тебе не надо спрашивать сети, эй, мы все этот блок получили, хотя даже ты вообще не хочешь, чтобы они другие получили этот блок в биткоине. Потому что как только ты получил этот блок, у тебя есть, ты можешь сразу переставить всю свою mining power на этот блок. Это ты, считай, голосуешь на этом блоке. В этом-то и это вот cleverness этого Proof of Work. Но в тендерменте или в PBFT, в системе, которая пользует традициональный консенсус, я тебе посылаю информацию, ты выбираешь, если она правильная или нет, по времени. Есть протоколы, которые не пользуют время совершенно, но практически все, которые сейчас вышли в коммершалы, как тендермент, у них каждый тендермент-месседж есть время. Я тебе отсылал месседж, посмотришь на время этого месседжа, ты решаешь, я его беру или нет. И это решение ты делаешь сам. Понимаешь? Значит, если ты делаешь это решение разное, чем другой валидатор в сети, и вы сделаете разные решения, это partition. Это, считай, получилось partition. Потому что ты сделал одно решение, а другой валидатор сделал другое. Теперь тебе вам надо делать консенсус, чтобы решать, кто правильно. Либо ты правильно, либо он. Нет, извини, я немножко потерял поинт. Ты сейчас хочешь сказать, что в салоне такого нет? У нас нету. Потому что ты получил мой блок, ты видишь доказание, что я достал моего салата, ты его сразу можешь выбрать. И ты знаешь, что весь другой валидатор, который получит этот блок, сделает то же самое решение. Потому что у нас нет partition из-за времени. Потому что в нашей системе невозможно сделать partition из-за времени. Так, смотри, я понял, что я не понимаю еще такую вещь, мне кажется, важную. Я согласен, что эта цепочка хэшей, она в некотором смысле приближает часы, время. Но мы пока не поговорили о том, как назначать валидатора на данный слот. То есть откуда я знаю, что я там с трехмиллионного по четырехмиллионный хэш должен быть валидатором, лидером точнее. У нас очень дурацкий процесс. Мы берем имя эпохи. Эпоха первая, или вторая, или третья, или четвертая. И номер этот эпохи мы пользуем как seed, и мы делаем stake-weighted round robin. Random stake-weighted round robin. Потому что все знают, кто будет лидер в какое время. А откуда источник рандонности доберется? Кто этот оракл, который вам случайные числа подставляет? Они не случайные. Это именно эпоха первая, это число один. На второй эпохе число второе. А, то есть в принципе известно, кто будет валидатором в 2100 году. В такой-то день и час. Мы знаем, кто будет валидатором в следующей эпохе. И в этой эпохе мы выбираем именно по stake. Кто получает более stake, имеет более силы быть валидатором в n-plus-one эпохе. Не в следующей, а после следующей. Я пытаюсь понять, что тут есть некоторый процесс подбрасывания монетки, которая взвешена по stake, где мы определяем следующего валидатора. Откуда эта монетка берется, кто ее подбрасывает? И нельзя ее как-то сделать байос, ее сместить в сторону неправильную? Ну, это стоит байос, это стоит деньги. Так что, конечно, это байос можно сделать, но это proof of stake. Потому что из тебя 30% stake, а ты добышь валидатором 30% эпохи. Я не понимаю, за счет чего гарантируется это распределение? Что вот у нас… Ну, смотри, окей. У нас есть 10 валидаторов, ну, два валидатора. Окей, давай, два валидатора. У одного 75% stake, а у другого 25% stake. И на первой эпохи мы берем один, цифру один, ставим это как seed chacha twoney. Chacha twoney делает нам номера. Эти номера выбирают, если номер 0, 1 или 2, то будет первый валидатор. А если chacha выбирает номер 3, то будет второй. Так что chacha мы этот run, и за каждый слот мы берем одного валидатора или другого. Но потому что у тебя 75% stake. Окей, если у нас есть случайное число, то я понимаю, как можно его разложить по корзинкам и выбрать нужную пропорцию. Но сейчас, надеюсь, я понимаю, откуда и число берется. То есть просто мы берем число 1, мы его вставляем в хэш-функцию, мы основываемся на том, что она дает случайный выход, ну и, собственно, все. И почему это окей для нашей системы? Потому что у нас слот, это, ну, лидер идет каждые 4 слота, и это полторы секунды. И пока 2 дня. Так что у нас permutations, ну как сказать permutation по-русски? Перестановки. У нас номер перестановок, выбирать этих валидаторов каждые полтора секунды через 2 дня, это биллионы. Слушай, а нет ли проблемы в том, что я могу предварительно рассчитать, кто будет валидатором завтра, например? Потому что я же могу там миллиард раз прокрутить эту функцию и для всех следующих раундов посмотреть, кто будет валидатором. А дальше я могу, например, не знаю, как-то атаковать валидатора в какой-то момент. Какая-то проблема в этом есть? Ну, эти проблемы практически, я считаю. Проблема делает такой рэндом номер, который невозможно разломать, это проблемы все еще теоретические. А то, что ты знаешь, что такое валидатор через 2 часа, это такого значения имеет малого. Ну, то есть, например, можно представить какую-нибудь ситуацию, где, ну, например, там, есть какая-то большая группа валидаторов и маленькая группа валидаторов, да? И большая группа валидаторов хочет вытеснить с рынка маленьких валидаторов. И они просто все договариваются, что они будут пропускать слоты и все транзакции там отправляют в свои слоты, а не в чужие слоты. Это не имеет значения, какая у тебя система. Если у тебя ProofWork, то тоже возможно это сделать, если у тебя есть. А ProofWork неизвестно, кто будет майнером. Может быть, очень маленький майнер будет майнером в следующий блок. А может быть, большой. Не, ну, если у тебя есть кабал 30%, то ты можешь остановить другое, 60% всех других. Потому что тебе в ProofWork тебе надо только там, даже вообще, этот Эмин Гонг писал, что надо 25%, чтобы остановить ProofWork. Ну, это для Selfish Mining, это не остановить. Это все-таки там гораздо слабее атака. Окей. Ну, выберешь, окей, Selfish Mining, какая разница между того, чтобы вытащить валидаторов с рынка? То же самое. Ну, смотри, это я просто пока просто задаю вопрос из головы, но я кэш-то нарезы не проводил подробного. То, что наша система имеет другие атаки к безопасности, чем ProofWork. Совершенно другие. То, что в нашей системе мы знаем все, кто будет валидатором в будущем, и их можно делать denial of service, их можно сенсор, их можно атаковать как бы другими способами. но эти проблемы, их намного легче как бы solve, я считаю, практическими методами, чем сделать ProofWork быстрее. Окей. Хорошо. Так что, если понимаешь, потому что stakes, это stakes, они там всегда есть. Потому что это не как бы такое, это наша система, она более открытая, кто делает блоки. Все ProofWork системы такие. Потому что мы знаем, кто валидаторы. И просто можно на сеть посмотреть и узнать, что вот, например, Chorus One, они выбрасывают блоки Bison Trails. А кто валидатор, это, кстати? Можно ли присоединиться к этой системе, так, чтобы вы не знали, кто на самом деле к ней присоединился? Конечно, можно. Но если тебе надо быть валидатором и зарабатывать более денег, тебе надо более stake. И stake получает, чтобы получить stake, это уже как бы возможность, это можно делать, конечно, купить его где-то на Dark Market и все, сам stake взять себе и так систему атаковать. Но практически это также не случается. Стейки, большинство токенов любят в exchanges. Вот они bad guys. Я более волнуюсь на exchanges, а не на таких вот как бы Dark Web Attackers. И exchanges, они, если делают что-то плохое, то даже они делают как ошибки в том, что случилось с теми. Знаешь, Paynex даже не знал, что от них Tron хотел. Tron им позвонил, сказал, вы можете это сделать? Нет, конечно. Вот и все. Это уже даже у нас атак, атакс, это не атаки как бы плохих людей, это атаки, знаешь, люди, которые не знают ничего, или что они делают. Ну, это да, смотря как определить модель безопасности. Нам нужно же защищаться и от failures, и от Byzantine attacks тоже. Конечно, конечно. Потому что стейки, как у нас эти валидаторы, они считают они known entities. Люди знают, кто они, и люди им доверяют деньги, чтобы они были валидаторами. В этих систем это нам более легче смотреть, кто что делает и почему. Хорошо, давай немножко двигаемся дальше. Еще два аспекта таких, которые я хотел бы обсудить. системы, давай немножко коснемся BFT. Как я понимаю, у вас есть свой BFT-протокол, который называется Tower BFT. Ну и тут такой мета-вопрос. Существует же огромное количество BFT-протоколов, и 40 или 30 лет ресерча этому посвящено. Зачем придумывать еще один? Ну и в том-то дело, то что мы не придумывали все еще один. Мы взяли BFT и сделали его, как бы оптимизировали его для нашей системы. То что мы пользовали это 30 лет ресерча и не считали, что мы такие умные, что можем построить свой, знаешь, консенсус. А в чем именно были оптимизации? То есть, чем такой вот off-the-shelf BFT не подходил? Ну, BFT имеет такую как бы идею, то что если ты послал информацию и ты не видел ответ, то что увеличит в два раза больше твое время, сколько timeout. И наше время, она, наше время в цепи, она измеряется вот этими кашами. Так что то, что мы сделали, это мы построили вот эти timeouts этого view transitions пользования самого кашевого блокчейна. Потому что твои view transitions в BFT, они вообще как бы у нас в смарт-контракте на нашем блокчейне. Потому что ты посылал голосование, эта программа как бы на самом блокчейне имеет все твое view transition state. Ты понимаешь? Так, ну, сейчас уже немножко я... Как измеряем мы, когда тебе надо поменять твой view transition или время поменялось или нет, это мы можем делать именно в самой программе в блокчейне пользовать то же самое как бы идею времени как мы пользуем в proof of history. Вот это мы сделали. И когда мы это построили, у нас получилась такая система, которая asynchronous. Мы не первые, которые сделали asynchronous пбфт, там куча разных дизайнов есть. И какие у вас предпосылки, предположения относительно количества злонамеренных валидаторов? Там две трети должно быть? Да, две трети. Сколько максимум может система выдержать плохих участников? Честно сказать, я думаю, чем одна третья, потому что есть другие протоколов, которые пользуют, есть много проблем в consensus. Потому что consensus это самая маленькая часть, есть еще такая проблема data availability. Это знать, что твоя информация сейчас имеет вся сеть, или какая часть сети имеет эту информацию. Так что я бы врал, если сказал, что у нас одна третья false. Это минимум, которое должно быть. Я думаю, меньше, но где-то I don't know. Но максимум одна третья, потому что лучше, чем одна третья невозможно сделать. Мы разработываем такую интересную штуку, которая может тебе дать маленькие гарантии finality за один vote. Потому что за 400 миллисекунд мы не делаем целый раунд консенсус. Хотя у нас консенсус он разрабатывает в этой вот втавер, и он становится более-более финализированный, когда он заходит до 30 32 blocks. И за один vote мы можем тебе дать гарантии, что если ты увидишь, что больше, чем две трети нетворки голосовали за этот блок, то где-то 5% должно быть слажь, чтобы этот блок не закончился. Окей, то есть я обобщая могу это сформулировать так, что самое главное изменение, которое вы внесли в PVFT, это просто другой механизм расчета времени, то есть там оно было в секундах, и предполагалось, что есть какие-то часы, которые секунды измеряют. Если у вас секунды меряются в хэшах, то меряем все в хэшах. А как устроена тогда экономическая модель, и как вы мотивируете валидаторов во всем этом участвовать? Это очень похоже на Delegated Proof of Stake, но то, что мы считаем, чтобы эти системы работали безопасно, нам нужно в конце концов иметь 100% слэши, но это не сразу будет, это может быть через полтора года, что мы медленно это будем включать. И инфляция похожа на все другие Proof of Stake, мы не экономисты, мы инженеры, так что там ничего такого интересного нету, но я считаю, что системы без слэши, они для меня более похожи на FUNZE с GAME, потому что если нет риска, то нет безопасности. Например, в биткоине нет слэшинга, например? Нет, биткоине делает слэшинг перед тем, как ты выбираешь блок, потому что ты уже платишь за электричество, и потом ты выбираешь блок. То, что иметь твой капитал, который может быть слэш, это то же самое, платить за электричество. Когда ты берешь риск, то значит ты платишь. Потому что брать риск, это платить. А если ты ничего не платишь, тебе просто дают токены бесплатно, то считай это FUNZE с кем? Слушай, вот ты коснулся монетарного аспекта, скажем так, пусть вы не экономисты, а инженеры, но вы же должны как-то определить, будет ли награда за блок и в каком количестве. У вас какой emission schedule, похожий на биткоин сказать, я думаю мы строим фондацию, фондация будет работать с валидаторами, с этими людьми в сети, и мы между ними выберем сколько должна быть инфляция. Мне кажется, номер должен быть tied, привязан с сколько будет слэшинг. Если слэшинг маленький, то инфляция должна быть маленькая. Если слэшинг 100%, то тогда может инфляция будет 6% в 10% I don't know. То есть это еще предстоит определить до запуска майонета? Даже после запуска майонета. То, что мы запустим, это будет майонет бейда. Знаешь, как инженеры софтвер невозможно выбрать и день, и фичерса. Только можно выбрать фичерса и не знать когда это будет закончиться, или выбрать день, не знать фичерса. Потому что мы выбираем как практический инженер, мы выбираем день. Так что в середине этого месяца по идее мы должны запустить майонет бейда. Майонет это значит, что мы считаем, что система будет работать с консистенцией. Потому что мы уверены, что она будет работать без таких переломов, которые поменяют память в этом компьютере. Но при этом вы оставляете за собой возможность менять монетарную политику, например. То есть остался, а эмиссия выросла. это будет foundation slash governance. Это уже не будет как бы мы как компания, это будет foundation, которую мы не контролируем, и валидаторы, и токенхолдеры, все эти будут голосовать за это. Все, что обсуждалось у нас на недавнем выпуске с Кириллом Пименовым и Глебом Науменко, как делать governance в проектах. Так что послушайте, если вы не слушали. Послушаю, это как раз вот governance система, которая разрабатывает блокчейн, мне кажется, будет иметь огромный импакт, знаешь, через 500 тысяч лет, потому что я не знаю, как система governance, которую люди сейчас имеют, работали, когда триллион людей, знаешь, в мире. Ну, в это как-то нам нужны протоколы, нам нужны протоколы, чтобы могли координировать триллионы людей. Но это будет, знаешь, через тысячи лет, потому что мы, знаешь, люди растут как вирус. Ну, не знаю, мне кажется, экспонент наше уже загнулось. Не знаю, серьезно, какие-то прогнозы, которые я видел, они говорят, что население Земли достигнет каких-то типа 11-12 миллиардов и не будет больше расти. Знаешь, люди говорили об этом, то, что максимально людей будет 100 миллионов в мире. 100 лет тому назад люди тоже это говорили. Я считаю, что это ты пессимист. Я не говорю, что это плохо. Мне кажется, что... Это может даже быть и хорошо, что у нас будет утопия, мы все будем жить в одном мире, там будет 10 миллионов людей, все. но я как оптимист считаю, что это не закончится, то, что я вижу, как бы путь вперед будет триллион людей по всей вселенной. То есть на Марс дальше и так далее? Почему нет? Отлично. И Solana, знаешь, это блокчейн для Solar System. Наш дизайн мы разработали для всей системы Солнца. Слушай, ну там, мне кажется, с latency возникнут большие проблемы на космических масштабах все-таки. Когда сигнал у тебя несколько минут идет, тут... Ну, мы решили проблему времени, потому что в любом месте нашей системы то же самое часы, потому что они все работают на физическом процессе этого штата 506. А то есть на Марсе стоит валидатор, он считает хэш, и на Земле стоит валидатор, и им не нужно сигнал послать друг к другу. Они просто знают, что когда я посчитаю триллион хэшей, тогда мой слот. Но с другой стороны, он же не узнает, какие транзакции земной валидатор включил в блок. Это же тоже важно для Марсе Это может... Ну, конечно, но это можно позже все... Об этом можно позже сделать консенсус об этом. Это как бы консенсус of state transitions. Знаешь, lazy ledger. Тут похоже на это. У нас вообще такая идея тоже похожа на lazy ledger, потому что блок-продюсер не перерабатывает блоком, он просто его строит. А валидаторы, когда его получают, они его перерабатывают и на нем голосуют. Потому что строение блока — это разный, другой процесс, чем его валидировать. Из-за этого система может работать как бы лениво, потому что... Понятно. Это как синхронизация по заголовкам. Легкий клиент скачет заголовки и... Потому что можно ставить order, знаешь, можно выбирать order перед тем, как выбирать stake. Но мне кажется, вот как раз следующий небольшой блок вопросов, про это у меня остался, про, собственно, то, как устроены смарт-контракты и в возможных архитектурных, скажем так, решениях, как можно делать смарт-контракты, какую вы выбрали точку в этом пространстве? Тюринг-полнота или нет? Stateful или stateless? Как это соотносится с тем, что есть в эфире, например? Я вообще не знаю, как люди в эфире делают эти системы, потому что они не похожи, как традициональные operating systems это делают. Потому что как Linux работает с user mode process, знаешь, он им отдает память, память меняет процесс, берет инструкции и меняет эту память, потом kernel, эту память, он ее синхронизирует как бы page in, page out. Понимаешь? Ну, ты поясни, если я понимаю, то, может быть, не все слушатели понимают. Окей. Как работает Linux с процессами? То, что Linux kernel, он дает процессам память. И некоторую память можно писать, некоторую память можно читать. То, что у нее в каждой памяти есть разные permissions. Вот это наша структура смарт-контракт. Потому что у нас есть, мы пользуем байт-код, он не WASM, но, считай, если ты не знаешь ничего байт-кодов, то же самое, что WASM, он просто быстрее. Это какая-то виртуальная машина или это EVM или это другой EVM? Это called Berkeley Packet Filter. Это старый байт-код с 90-х годов. Его пользуются в Network Switches. Он такой сделан специально, чтобы его можно переводить с байт-кодов Native Instructions за один пас. Потому что ты можешь на него смотреть на код и переводить его с байт-кодов как в 76 или, например, в GPU Code или в FPGA за один пас. Из этого он пользуется в kernel и Linux для Network Packets. И системы люди строят, которые на 400 гигабит, ну, на 400, на 40 гигабит Networks они могут этим байт-кодом перерабатывать 60 миллионов пакет-секунду. Так что он комбинационный, то что там биллионы хард-вера уже, ну, billions of dollars of hardware уже люди строили, которые пользуют этот байт-код. Он быстрый, он такой дизайн, который вам можно брать untrusted и с ним работать в kernel, ring zero. То, что он сделан для очень высокой безопасности. Поэтому мы его выбрали. Возвем этот байт-код для веб-сайтов. А с точки зрения программиста, я же не буду, наверное, прямо в этом байт-коде писать свои контракты. Нет, что-то должно компилироваться в них. Правильно. Так что компайлер, LLVM, мы пользуем этот компайлер LLVM, так что C, C++, Rust. Но можно взять виртуальные машины, которые кто-то писал в C, C++, Rust, и эти виртуальные машины, компайл их в этот байт-код, и потом ты можешь, например, взять, как мы взяли Librasp, этот язык Move, ты можешь Move программ разрабатывать на Салоне, и они хотят четыре раза быстрее. Ну, наша виртуальная машина, как она работает с State, она работает то же самое, как работает процесс на Linux, с kernel, с memory, с памятью. То, что наша базовая, ну, base system, наш runtime, потому что наша система, которая берёт и даёт память виртуальной машине, она даёт ей куски памяти, которые эта программа может либо читать и писать, либо читать. И потому что мы знаем от каждой транзакции какую часть memory она хочет писать и какую часть memory она хочет читать, то все транзакции можно параллельно в одно и то же время экзекировать. Слушай, но это же основано на предположении о том, что эти исполнения не будут конфликтовать. Если у нас есть две транзакции, одна пишет из куска памяти, а другая читает из dependencies куска памяти, как их положить тогда? Каждая транзакция нам говорит, какую часть памяти она будет читать и какую часть памяти она будет писать перед этим, перед тем, что you как девелопер должен знать перед тем, как ты даёшь свою транзакцию наше блокчейн, какую память она будет читать, какую память она будет писать. Ну, то есть в худшем случае у нас вся параллельность просто опять сводится к одному треду, если в самом-самом худшем случае все пишут в один и тот же кусок. Правильно, конечно. Ну, то есть такой сценарий считается не очень реалистичным? Или просто я читал вот тоже в блокпосте, который про это говорит, что рантайм может десятки тысяч контрактов параллельно обрабатывать? Это исходя из того, что все они хорошо параллелизуются или некоторые все-таки приходится последовательно исполнять? Все из-за того, что они параллелизуются. Но если блок один и тот же блокпродюсер... Это тяжело измерять, потому что очень легко это как бы читер. Если блокпродюсер получает тысячу транзакций, которые пишут в одно и то же время, он их может всех ордер и сериалы, знаешь, всех перерабатывать за 10 миллисекунд. Потому что как уже блокпродюсер получил эти транзакции, и он их всех имеет, ему все равно, какой ордер они будут экзекьют. Потому что блокпродюсер не знает, почему эти транзакции не здесь. Он только знает, что вот они есть, и они их всех хотят писать, например, в address 1. И это все можно сделать с такой же скоростью, как native x86. Потому что это не займет никакого времени. То, что большинство времени будет заниматься просто это все отправлять в блоки. То, что это не имеет значения. Экзекьютер имеет почти ноль кост. Но почему это неправильно так об этом рассуждать? Потому что если мы хотим писать в одно и то же мемори, то мы хотим на этом мемори синхронизироваться. То, что я должен знать, если бы ты уже написал информацию или нет. И потом я беру свое решение и пишу в ту же самую память. И потому что мы синхронизируем самую быструю скорость, с которой мы можем синхронизироваться через блокчейн, это на каждом блоке, и это считает 400 миллисекунд. Понимаешь? Ты на мью. Правильно ли я понял, что вот потенциальная проблема, когда у нас исполнение… Я могу сказать то, что мы можем взять транзакции и 100 тысяч в секунду перерабатывать, которые пишут одно и то же время, но это будет просто… Я буду брать. Потому что нету таких юзкейсов, которые бы это сделали. Нет, ну юзкейсов, может быть, и нет. А атаки-то, может быть, и есть специально на это нацепленные. Атаки? Ну, то есть кто-то специально может отправить миллион транзакций в сеть, которые будут писать в один и тот же участок памяти, и тогда сеть не сможет их параллельно обработать. Нет, сеть как раз сможет это параллельно. Это может она быстро разрабатывать секвенчалы. То, что блок-продюсер может быстро их разрабатывать, потому что он их всех имеет в одно и то же время, и он знает, какие надо ему делать параллельно, а какие надо ему делать один за одним. Ну, хорошо, и он выясняет, что все надо делать один за одним. Вообще нет параллельности. Ну, окей, но он за 10 миллисекунд все 100 тысяч это переработает. Память он уже взял с диска и вложил в memory. И эта память, я думаю, вообще входит в L2Cash. Так что сколько инструкций надо стоить, чтобы поменять L2Cash? Окей, то есть, ну, опять-таки, тут ответ инженерный, а не теоретический, просто потому что, ну, даже если это будет в миллион раз медленнее, все равно это значительно быстрее, чем какой-то другой bottleneck, на который мы натыкаемся. Да, правильно. И это все равно стоит деньги. И большинство цены писать транзакции, это будет bandwidth. Слушай, а почему мы считаем… Цена bandwidth. Почему мы считаем, что валидатор сможет определить, в какой участок памяти будет писать смарт-контракт, если доступ к памяти может быть закодирован в самой логике? То есть, собственно говоря, внутри смарт-контракта мы вычисляем адрес, по которому мы будем обращаться, и заранее неизвестно. Правильно. Так что вот в этом у нас главная наша разница дизайна между Ethereum и как мы построили систему. Наша система более похожа, как ты говоришь, graphics card. Потому что перед тем, как ты посылаешь информацию в graphics card, ты говоришь, вот эти мои фотографии, или вот эти мои имиджи, или assets, и я хочу этот kernel, чтобы через миг разрабатывал. Вот это наша система так построена. Она пост-дизайна так, потому что каждая транзакция должна знать именно, какую память она будет писать, именно какую память ей надо читать. И так что в этой транзакции мы можем сделать такой transactional consistency. Потому что в самой транзакции она только может… Это вообще похоже более как Bitcoin-UXTO. Потому что UXTO, она читает только один… ну, там несколько она читает input и делает несколько output. Так что валидаторы в UXTO системе, они знают всё, каждая транзакция, что она будет делать. Так что можешь об этом думать так же. Но наш дизайн более похожа как традициональные системы в operating systems. Либо ты говоришь с graphics card, или даже с диском. Ты диску говоришь перед тем, как тебе надо вся информация. Вот иди, возьми и пиши эти секторы и читай эти секторы. И контрольный диск, он всё это оптимизирует. То есть я сам должен заранее сказать, что мне нужно. Если я пытаюсь залезть туда, куда я не сказал заранее, то просто это не срабатывает. Правильно. Потому что транзакция тогда фейл, и ты заплатил деньги просто бесплатно. Окей. Я хотел перейти к последней, наверное, разделу. Ну и там уже будет потом такое завершение вообще. Про блок пропагейшн, что у вас есть своя система для распространения блоков. И мне сразу приходят в голову несколько похожих систем, такие как BlocksRout, такие как Falcon, такие как Fibra для биткоина. В чём ваше отличие? И, опять-таки, нельзя ли было взять и переиспользовать какую-то из существующих решений? У нас наш дизайн более похожий как Real-Time BitTorrent. Потому что вот эти системы, которые люди построили, они более оптимизируются для больших блоков, которые ты пытаешься пересылать за большое время. Потому что у нас как бы Real-Time Streaming, и она пользует UDP. Вообще, мне кажется, единственная, которая пользует UDP. Кто-то из перечисленных точно пользует UDP. По-моему, это Fibra для биткоина. Тоже там у них... Какая-то статья была на Bitcoin Magazine, что они тоже UDP используют именно для этого. Maybe. Окей. Но в биткоине проблема пересылать большие блоки быстро. А то, что мы делаем, мы делаем как бы стриминг. То, что блок-продюсер, он посылает эти вот один килобайт пакет с тем валидатором. И он меняет каждого валидатора, к каждому идёт другой пакет. И эти пакетсы они друг друга пересылают. Так что у нас система более как бы стриминг. Если кто-то это уже два года тому назад кто-то это бы имел, то мы его пользовали. Но когда мы начали, никого это не было. Так что построили своё. Окей, хорошо. Кстати, да, вот про размер блока. Есть ли какое-то ограничение на размер блока, чтобы представлять, если они производятся каждые 400 миллисекунд? А то насколько мегабайт это надо умножить, чтобы получить bandwidth потенциальный? У нас есть такой soft limit. Это 32 тысячи пакет. И считаю, каждый пакет имеет полторы тысячи байтс. Сколько это? 44 мегабайт по коже. Но это такой soft limit. Это можно поменять, если нетворк будет лучше работать. Хорошо. Ну, давай тогда переходить плавно к завершению. Несколько таких общих вопросов про ваше видение, стратегию и куда вы хотите прийти? Корректно ли было сказать, что Solana хочет сместить Ethereum с позиции главной смарт-контракт платформы? Это в этом очень дурацко об этом так думать. Нет, но если посчитать там, сколько контрактов люди на Ethereum и деплоят, сколько на Solana. Хочет ли Solana, чтобы на ней было больше? Я бы хотел, чтобы у нашей системы были более юзеров. Мне все равно, сколько контрактов. Если все эти юзеры просто посылают тот же самый токен между собой, не имеет значения. Как я считаю, мы строим систему, которая оптимизируется для большинства юзеров в одном блокчейне, в одной сети. Это как бы самый большой мультиплеер гейм в мире. Как я об этом думаю? Потому что у нас нет шардинг и мы хотим одно место для всех людей в мире. Знаешь, это один огромный стейк. Знаешь, здесь скептик мог бы сказать, но я здесь поиграю роль скептика, что настолько сильны уже сетевые эффекты в эфириуме, что пусть он не идеален, пусть он гораздо хуже по перформансу, по каким-то оптимизациям и так далее, но эта штука, которая уже работает сколько-то лет достаточно хорошо для каких-то юзкейсов, и сложно будет людей оттуда перетянуть на Солану, или вы даже не пытаетесь перетянуть. Сколько людей в день пользует эфир? Ну, сложно сказать, но по количеству транзакций это сотни тысяч, ну не знаю, десятки тысяч людей, наверное. Дэп говорит, что 20 тысяч daily active users. Наверное, да. Окей, 20 тысяч daily active users. Все, it's over. Конец. Я правильно понимаю, что вы там хотите другие 7 миллиардов минус 20 тысяч? Это миллион daily active users. Ты вообще даже не сможешь взять в Silicon Valley, если ты постараешь начать новый social network и за ним raise capital, ты говоришь своим BC, вот, дай мне seed funding, у меня 20 тысяч daily active users, они будут тебе смеяться. It's nothing. То есть просто пока такое огромное поле перед нами, что тут его бессмысленно делить, я правильно понимаю это? Come on. Окей, второе, то, что эфир это как бы имеет очень сильный как бы сейчас эффект DeFi, но DeFi в эфире это берем мы этот ETH и мы вкладываем его в Maker, получаем DAI, покупаем больше ETH, вкладываем в Maker, получаем DAI, потому что вот эта система она speculator, но на цене эфира самого себя. То, что у нас сейчас нету таких, очень-очень малых юзкейсов, там где люди берут в долг деньги, чтобы, например, купить себе машину или что-то такое, потому что это все очень-очень early, так что даже DeFi, я не знаю, если в эфире есть такой очень сильный mode, но он по-настоящему показывает то, что это возможно и в этом все интересно, если, например, мы построим сеть, в которой наши партнеры имеют полтора миллиона, десять миллионов людей и между ними мы начнем делать лендинг, то это будет намного более интереснее, но сейчас, как я думаю, то, что наша проблема это нам надо найти партнеров, в котором есть юзер, то, что, как я вижу, это компании, которые Web2 companies, которые имеют продукт, consumer product, этот consumer product имеет немного какой-то эффект крипто, и вот эти компании, они Web2 companies, они вообще не могут ничего сделать на эфире, they can't do anything, потому что у них уже столько юзеров, которые эфир не сможет это разрабатывать, и платить 10 центов за транзакцию, это очень дорого для этих юзкейсов, так что для нас вот это главная компания, и если между ними, знаешь, 5-6, через 4 года у нас 40 миллионов людей, то вот это уже сеть интересная для DeFi, потому что там ты можешь взять долго 10 тысяч людей, знаешь, за 1 доллар, и вот тебе кредит карты, знаешь, that's cool. Понятно. Ну смотри, еще такой скетический поинт, который у меня возникает все время, когда я смотрю на какие-то блокчейн-проекты, это что, как мне представляется, для того, чтобы какая-то сеть получила такой массовый adoption и стала стандартом для своего юзкейса, ну, немножко сложно, наверное, если это исходит из коммерческой компании, то есть вот биткоин вообще без всякой организации, без всякого фаундэшн существует, и я, допустим, независимый участник, кто-то из университета, кто-то из других компаний, их можно привлечь работать в экосистеме биткоина или эфира, поскольку они понимают, что они работают на некоторую общую экосистему, а не на какую-то коммерческую компанию. Вот если вы как стартап, довольно-таки традиционный по форме, я бы сказал, с инвестициями и так далее, вот что вы на этом можете возразить, как вы можете убедить людей и сторонних разработчиков приходить к вам, они могут сказать, зачем мне на вас работать, если вы коммерческая компания? Ну, ответ к этому у нас вообще, ну, наша, как бы, и организация более похожа на Казмос. Была компания, которая построила Казмос, и сейчас более это фаундэшн. У нас тоже будет эта транзиция, от большинства работы, которые в компании, как Zcash, знаешь, Zcash и Electric Coin Company, то, что мне кажется, это дурень сравнять любой проект сейчас с биткоином или с эфиром или с Тазос, потому что какая разница, что компания, что люди делают, которые, знаешь, получили 400 миллионов долларов, у нас просто нет таких возможностей, не имеет значения, что они делают, не имеет значения, что биткоин делает, потому что маркет биткоина 150 миллионов, who cares, знаешь, даже если они делают что-то правильное, у нас нет возможности это делать, нам надо делать, что мы можем. Что мы можем, это мы строим фаундэшн, это Swiss фаундэшн, я не имею там всю силу, я имею minority vote, так что я I hope, что фаундэшн будет делать то, что правильно, что я считаю правильно, это как бы наш весь проект, у нас такой есть лозунг, то, что оптимизируй все, то, что не теряет performance, optimize everything that doesn't hurt performance, понимаешь? Да, нет, ну как бы логично, но смотри, вот даже если говорить про фаундэшн и про то, что как Zcash делает и другие монеты делают, которые передают власть фаундэшна, все равно остается такой несколько скользкий вопрос, а кому будут токены принадлежать? Потому что вот инвесторы инвестируют в компанию, они возможно инвестируют там и в equity и в токены, потом запускаются и выясняется, что majority принадлежит VC. У нас нет equity, у нас нет equity инвесторов, столько токенов. Ну вот, то есть вы запустите mynet, и я приду как новый валидатор, и выяснится, что все токены, они уже распределены как-то заранее. Это может меня обескарить. Почти 50% токенов еще не, они все идут к foundation и foundation их будут продавать. Ну то есть а 50, а 50 получается у инвесторов? Ну там меньше 50? Где-то 12% в команде, а где-то там 38% сейчас проданы инвесторами. Почему именно так, а не equity? Потому что какой equity имеет, какой пользы имеет equity, какое у нас равене будет? Не знаю, вот как раз кто спросил, какое у вас равене будет? Строить на R1 не имеет никакого равене. Знаешь, какое равене имеет в эфире или в биткоине? То есть бизнес-модель основана на чем? На том, что токен потенциально будет повышаться в цене? Потому что токен будет иметь какую-то цену, которая не ноль. Ну, повышаться или понизаться в цене, I don't know. Who knows? Ты мне скажи. Нет, я-то не знаю, мы тут не занимаемся спекуляциями. Я тоже, I don't know. Знаешь, мы строим open source product, вообще любой человек может взять наш код и поставить свою салану, свою версию. Так что цена, даже не знаю, как она определенная к технологии. Потому что есть цены у продуктов, которые высокая цена, но нет технологии вообще, как иода. Да, это наш любимый пример. Кто знает, знаешь, я думаю, что цена не будет ноль, это все то, что я могу думать. Нет, но я скорее про то, что меня не интересуют прогнозы конкретные в долларах за штуку, меня интересует понимание того, что вот есть инвесторы, которые купили ваши токены заранее, и они, видимо, ожидают, что они их сумеют продать за большее количество денег, чем они их купили. Ну, в этом интерес. Я думаю, то же самое, как в Ethereum.seo, почему люди купили Ethereum.seo. Ну да, как бы ничего в этом криминального и плохого, просто чтобы люди понимали, что это так устроено. Ну что, наверное, давай завершать. Мне кажется, отличный получился разговор, очень интересно, и у меня действительно сложилось внимание гораздо более хорошее. Ну давай что-нибудь еще напоследок, скажи, какой у вас план, что на роудмэпе, чего можно ждать, и где следить за вашими дальнейшими достижениями? У нас есть Salona.com, ты можешь найти наш Discord, наш Telegram, с нами общаться, у нас есть русский Telegram, и, пожалуйста, спрашивай нас вопросы, особенно технически, если вас интересует об этом работать, наша Foundation будет давать гранты инженерам, которые могут работать на любой части этой системы, security, cryptography, networking, там проблем у нас миллион, так что, если тебе это интересно, пожалуйста, не боись. Отлично. Ну все, тогда завершаем. Спасибо большое. С нами был Анатолий Яковенко, CEO и основатель Salana. Мы обсудили эту систему во всех подробностях, обсудили ее дизайн шардинга, почему она такая быстрая, и что нас ждет в будущем. Это был подкаст «Базовый блок». Я Сергей Тихомиров. Большое спасибо вам за то, что дослушали до конца. Большое спасибо нашему спонсору. Это HODL HODL. Самый быстрый, безопасный и дешевый способ купить и продать биткоины без верификации. Заходите по нашей специальной ссылке, регистрируйтесь, получаете скидку на торговую комиссию. Спасибо большое нашим патронам. Наш сайт basicblockradio.com. Там все выпуски, шоу-ноты, ссылки мы приложим обязательно. Заходите туда. Все наши соцсети тоже имеют handle basicblockradio, Telegram, ВКонтакте, Twitter и Instagram. И, конечно, BB-чат в Telegram, где можно обсуждать этот выпуск и другие темы, связанные с блокчейном. Большое спасибо за внимание. До следующего выпуска.